Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы разберемся с вами вообще, а сложно ли стать андроид разработчиком в 2022 году. Я вам расскажу про все нюансы обучения и также расскажу, что не делать для того, чтобы не забуриться на несколько лет в обучении. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя, и даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Вообще, андроид разработчиком стать довольно-таки просто при правильном подходе и правильной стратегии. Когда мы начинаем изучать андроид разработку, мы начинаем с основ, а именно с языка программирования, то есть того языка программирования, на котором разрабатываются мобильные приложения, в данном случае мобильные приложения под андроид. И в современном мире, в 2022 году, все современные мобильные приложения разрабатываются на языке Kotlin. Когда человек заходит в андроид разработку, он, скажем так, начинает долго выбирать Java, Kotlin, Java, Kotlin. И тут из двух этих лагерей сыпятся различные мнения. Но нужно просто посмотреть на андроид разработку и понимать, что компания Google определяет основным языком для мобильной разработки под андроид это Kotlin. Человек приходит к изучению Kotlin уже после многих многомесячных раздумий. Да, и начинает изучать просто каждую запятую, каждый символ, все плоды, все точности. Вот каждый, скажем так, каждый пунктик в этой теории по языку программирования Kotlin, он это изучает. Но это очень большая ошибка, потому что при таком подходе вы только один язык программирования будете изучать один год. Это не подходит. И пока вы будете это изучать, вам уже перехочется быть андроид разработчиком. Нужно делать не так. Нужно просто в языке Kotlin, ну нужно понимать просто, что мы пишем не в принципе на Kotlin, мы пишем скорее всего под андроид на андроид SDK. То есть мы пишем, да, на языке Kotlin, но Kotlin на Kotlin, который более оптимизирован под андроид. То есть что нужно делать? Нужно просто изучить, что такое переменные, как создаются переменные, для чего они используются. То есть мы научились создавать перемены. Как нужно научиться, как вкладывать в эти переменные значения и менять значения. На каких переменах можно менять значения, на каких нельзя. Перемены изучили, дальше нужно изучить обязательно условные операторы. Нужно обязательно изучить создание функций, обычных функций, функции, которые возвращают значения, функции, которые принимают себе аргументы. и нужно научиться вызывать эти функции, да, и иметь общий, ну, и также, конечно, нужно изучить массивы, там, коллекции, нужно изучить циклы, и нужно просто, в общем, понять и представлять, что такое ООП, да, объектно-ориентированное программирование, что такое классы, что такое интерфейсы, как создаются объекты для этих классов, и три основных принципа ООП. То есть, вкратце, не нужно долго сидеть, на это вам просто хватит, на самом деле, за три дня вы это все изучите, если человек знал раньше какой-нибудь любой язык программирования, то вообще и одного дня хватит, я просто по себе знаю, когда я изучал другие технологии, знаю уже один язык программирования, изучал другие языки программирования, это делается очень довольно-таки просто, первый язык, изучить первый язык программирования, это более-менее напряжно, Потом уже все дается легче. Таким образом я изучал Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript. В принципе, да, все эти языки программирования знаю. То есть вы изучаете ту основу, которая вам реально нужна. Не нужно изучать, не нужно быть теоретиком. Никогда не становитесь теоретиком. Их много. Они ни к чему не приходят. Вот изучайте только то, что вам непосредственно вот прям нужно. То, что я сказал. Далее вам нужно быстренько пройти по основам Android разработки. Вам нужно взглянуть на Android разработку свысока. То есть нужно понимать, как создается проект Android приложения. Каких файлов он стартовых состоит. Для чего, допустим, используются ресурсы. Для чего там папочка value это используется. Что такое экраны в Android разработке. И как они, на сколько частей они делятся. Что такое XML шаблоны. Для чего он нужен. Что такое Kotlin классы. Для чего он нужен. И самое главное, вы должны понимать, как связать код. То есть как связать виджет из XML шаблона. С функциональной частью этого виджета. Который вы прописываете в Kotlin классе. Например, есть кнопка. Для того, чтобы навесить обработчик. Для того, чтобы после нажатия на эту кнопку. После того, по этой кнопке что-то сработало. Вам нужно создать объект этой кнопки в Kotlin классе. Связать этот объект кнопки с XML шаблоном. То есть с тем XML шаблоном, в котором эта кнопка размещена. Как верстка. И связывается это как раз таки с помощью такого объекта, как байдинг. Есть view binding, есть data binding. Сейчас больше используется view binding. Ну и с ними проще работается. То есть вы должны изучить этот байдинг. И научиться связывать элементы, объекты из Kotlin класса с XML шаблоном. Когда вы это изучите. Вы должны произвести самую простую операцию. При клике по кнопке. Либо записать что-то в текстовое поле, в другой виджет. Либо произвести переход из одного Activity в другое. Да, вы должны изучить что такое Activity и что такое фрагменты. Как фрагменты могут располагаться в Activity. Как сменять можно в одном Activity эти фрагменты. В зависимости от поведения пользователя. Также вы должны научиться передавать значения в разные фрагменты. И переходить между Activity. Вот в принципе это есть все основы. Ну можете изучить базовые виджеты. Это поле для редактирования. Текстовое поле. Кнопочка. Ну в принципе это основные виджеты. Их много. Можете посмотреть. Там когда вы находите в XML шаблоне. На вкладке есть. Редактируем на вкладке код. Но вы можете перейти во вкладку дизайн. Когда вы вот. Вам уже все это известно. Вы уже это все умеете с этим работать. С основами Android. Вам нужно перейти уже. И обязательно да. Все. И обязательно параллельно практикуйте. На каком-то небольшом проекте. Пусть у вас проект по созданию списка каких-то задач. Простенький проект. Не нужно усложнять проект. Потому что если будете делать сложный проект. То вы оттуда не выберетесь никогда. То есть научились. Попробовали. Попереходили с экрана на экран. Отлично. Далее вы должны овладеть UI частью вашего мобильного приложения. То есть должны научиться создавать все основные виджеты. Все основные навигационные бары. Выезжающие панели. Выезжающие меню. Все эти элементы поставляются библиотекой Material Design. И вы обязательно должны перейти к изучению этой библиотеки. И проработать вы должны каждый виджет. И втащить нужные виджеты в ваш проект. Который вы параллельно разрабатываете. И когда вы уже знаете эту визуальную часть. Все можете кнопочки понавешивать. Современные. Можете различные переключатели использовать. Вы должны не просто их размещать. Нише качество внешнего вида. А обрабатывать события взаимодействия с ними. То есть также прописывать какой-то код. В кодном классе. Но опять же это все есть. Поставляется в библиотеке Material Design. На моем курсе это изучается за вторую и за третью неделю. После того как вы это все изучили. Вам обязательно нужно освоить виджет RecyclerView. Это основной виджет. Он используется на 90% экранах. Везде. Где вы видели. В мобильном приложении. Листающий контент. Либо список категорий. Либо какие-то вкладки листающие. Ну то что вы можете прокручивать. И их много. Но имеет формат карточек. Это все RecyclerView. Вы должны понять как он функционирует. Из каких файлов он состоит. И как эти файлы взаимодействуют друг с другом. После того как вы научились создавать статичный RecyclerView. Что такое статичный RecyclerView. Ну у вас есть какая-то статичная информация. У вас на экранах проект из моего курса. Где мы создаем карточки с фильмами. Эти карточки на первом этапе я показываю как создавать статично. То есть есть статичный массив с элементами. С фильмами. И мы просто статично заполняем этот RecyclerView. И можем листать его. После того как мы научились сделать его статичным. Мы должны научиться работать с локальной базой данных. С локальной базой данных мы работаем через библиотеку Room. Мы должны научиться подключать эту библиотеку. Мы должны научиться создавать базу данных. Прописывать методы создания записей. Удаления записей. Получения записей. Получения записей по определенным условиям. И обновления записей при редактировании. И теперь уже мы должны получать информацию в RecyclerView. не статичную, которую мы за дырание установили в определенных массивах и коллекциях, а из этой локальной базы данных. То есть по факту мы в наш RecyclerView, то есть у вас есть, вот опять же, я на своем курсе показываю за тем, как сделать такой же RecyclerView с фильмами, уже на основе работы с базой данных, с локальной базой данных, с которой мы работаем через библиотеку Room. Вот эти все данные, названия фильма, актеровский состав, вот это все, это уже поставляется из базы данных, мы получаем ее по определенным методам. И когда вы уже научились работать с локальной базой данных, это ваш новый уровень. Вот здесь уже вы можете создавать многие мобильные приложения самостоятельно. Но, скажем так, существуют такие мобильные приложения, у которых есть контент, который должен быть доступен на каждом устройстве и у каждого пользователя. Этот контент предусматривает, что он периодически меняется. И для того, чтобы по каждый раз при его смене не просить пользователей обновить свое мобильное приложение, для этого используется база данных на сервере. Чаще всего используется база данных MySQL. То есть, вы создаете, вы регистрируетесь у любого хостинг-провайдера, уже кучу видео я об этом снимал. Там регистрируетесь, можете багет выбрать, там создаете доменное имя. Доменное имя, это как, знаете, адрес сайта, то есть, это адрес, по которому можно найти этот сайт в интернете. Так вам и такое же доменное имя нужно создать у этого хостинг-провайдера, для того, чтобы получить ссылку на вашу базу данных на сервере. Когда у вас есть такая ссылочка, вы уже переходите, опять же, на сервере хостинг-провайдера, создаете базу данных, в которой кладете все необходимые, создаете таблицы. Например, у вас таблицы там с названием товаров, есть таблица с названиями категории, и таблица, допустим, другая с пользователями. И все эти таблицы, они работают в рамках одной базы данных. И вы там прописываете специальные запросы на языке программирования PHP для получения этих данных с базы данных на сервере. Опять же, всему этому я обучаю себя на курсе. Методы прописали. Но как нам получить эти данные в наше мобильное приложение? Для этого используется специальная библиотека Retrofit. Там мы создаем специального API клиента, у которого прописываем наше доменное имя, то есть как бы ссылочку на нашу базу данных. Далее, в отдельном файле интерфейсе мы создаем специальные методы получения этих данных и создаем их с названиями и указываем названия тех файлов на сервере, в которых мы как бы запаковали наши запросы в нашей базе данных, по получению данных, по созданию, по обновлению, даже по удалению данных. И уже мы получаем эти все данные, данные уже к себе мобильное приложение. И на первом этапе вам нужно научиться получать эти данные сервера и упаковывать их в ваш RecyclerView. То есть там тоже своя техника. Когда вы это научились напрямую брать с сервера, это, конечно, хорошо, но напрямую это нецелесообразно забирать, потому что проще один раз собрать при загрузке мобильного приложения, а затем в дальнейшем при пользовании мобильного приложения, уже пока на сервере ничего не изменяется, целесообразно уже работать с базой данных, с локальной, она быстрее работает, чем база данных на сервере. Поэтому вам нужно теперь научиться не просто брать данные с базы данных на сервере, а при определенных условиях загружать эти данные в локальную базу данных и уже работать с этой базой, локальной базой данных через библиотеку Room. Тут вы уже должны применить подход архитектурного паттерна MVVM, то есть когда ваш проект разбивается на три слоя, Data, Domain Presentations, в слое Data мы получаем данные с сервера, мигрируем их в локальную базу данных, в слое Domain доставляет все эти данные в наш слой Presentations, а слой Presentations, специально созданный FileViewModel, принимает эти данные, обрабатывает и выдает уже в Activity или фрагмент, то есть на наши экраны, в которых мы уже в этих классах Activity фрагментах уже размещаем наши списки RecyclerView и там уже принимаем эти данные. То есть вот такой подход, да, структура. И тут мы уже используем и корутины для того, чтобы наше мобильное приложение работало намного быстрее. Мы всю обработку делаем не в одном потоке, когда следующая задача не может запуститься, пока не выполнена предыдущая задача, а в параллельных потоках, то есть они выполняются одновременно. Также мы используем инъекции зависимости. Ну, например, у вас, я сказал же, по цепочке эти данные передаются через Data, слой, Domain, Presentations, и в каждом слое участвует множество классов. И когда мы в конечном, в Activity, для того, чтобы вывести эти данные, должны каждый из этих классов проинициализировать, чтобы потянуть всю эту цепочку, это много кода, это нецелесообразно, и со стороны построения архитектуры мобильного приложения это очень плохо. И поэтому мы здесь используем специальные инъекции зависимости. Они поставляются двумя библиотеками, в основном это Dagger и Coin. Ну, я уверен, что для 90% мобильных приложений можно использовать Coin, очень простой, создается специальный модул, создается специальный класс Applications, который унаследуется от базового класса Applications. Все это подключается в манифесте, и просто в Activity не нужно все эти классы инициализировать, а достаточно и не проинициализировать лишь в класс ViewModel. Там особый подход, опять же, ему я и так же обучаю себя на курсе. И когда вы научились уже делать это, создавать мобильное приложение и работать с базами данных по архитектурному паттерну BVM, то тогда вы уже теперь можете создать абсолютно любое мобильное приложение, и вам лишь остается, скажем так, изучить то, что вы еще не изучили. Это, допустим, WorkManager и различные уведомления на мобильных приложениях. Ну, все такие небольшие остаточки, которые вы не доучили, которые идут больше как бонусом, да. И все. И теперь вы уже готовый Android-разработчик. Вы можете создавать абсолютно любые мобильные приложения и делать необходимые задачи, которые вам будут выдаваться на работе. С одной стороны, кажется, довольно-таки тяжелый и сложный путь нужно пройти. С другой стороны, ну, представьте, если вы будете погружаться в теорию, вы будете сидеть в теорию, 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 конечно, это займет у вас 3 года, минимум, изучить все это. Но если правильно подходить и подходить со стороны практики, и по практике, в теории, просто понимать, что это такое в общих чертах, и на теорию не тратить больше одного часа, а вот именно подходить со стороны практики для понимания, как это все делается, и не глубоко изучать прям в корне, а просто для, я вам так скажу, для 90% задач нужно знать из каждого, из каждой библиотеки, из каждой технологии, которую мы изучаем, не больше 20-30%. Остальное вообще не используется. А как человек заходит, изучает? Он изучает все досконально, потом мозг не понимает, для чего ему это надо, и он просто уходит с этого пути, потому что неправильный подход. Не нужно слишком глубоко погружаться. Нужно изучать только то, что реально пригодится на практике. А потом, когда у вас будет более сложный проект, и нужно будет что-то более глубоко, вы всегда сможете, имея базовый уровень, базовый опыт, всегда сможете это быстро, очень быстро, за несколько минут доучить. Не то, что доучить, а будете знать, где посмотреть, и знать, как применить. Ведь на практике продвинутые курсы не пользуются никогда популярностью, потому что человек уже на таком уровне может сам все изучить. Но если вы сами приходите изучать основы и начинаете свой путь самостоятельно, я по себе знаю, я изучал разработку до того состояния, как по этой программе, полтора года. Сейчас, если бы я знал, как это правильно делается, я это изучил бы за 2-3 месяца. Полтора года, 2-3 месяца. Для этого и нужен мой курс. Потому что, опять же, как определить, насколько глубоко вы копаете, как понять, куда копать дальше не надо. Вы это сами не определите. На моем курсе я помогаю своим ученикам изучить только то, что они реально будут применять, не углубляясь слишком большие дебри. И вот поэтому нужен курс. Потому что, если вы будете изучать самостоятельно, вы будете копаться в теории, копаться в практике и потратите на это несколько лет. Мой курс нужен для того, чтобы вы изучили правильные подходы, правильный чистый код, потому что большинство решений в интернете они обладают грязным кодом. И, допустим, пора этот RecyclerView даже. Как обрабатывать, где прописать бизнес-логику при табе по элементам RecyclerView. Если вы откроете интернет, у вас 90% будет это представлено в адаптере. А это нужно делать по-другому. Делать непосредственно обработку. Бизнес-логику выводить в Activity. Обработку таба прокидывать в адаптер через специальные конструкторы. И, опять же, этому всему я обучаю. То есть, мой курс нужен для того, чтобы вы научились правильно писать код, правильно грамотный код писать, и для того, чтобы у вас было четкое понимание, что нужно изучать, и моя помощь в том, как вы это изучаете. То есть, и самое главное, это нужно для экономии вашего времени, для того, чтобы вы максимально быстро стали Android-разработчиком. Вот поэтому я отдаю результат не за годы, а от 3 до 6 месяцев, в зависимости от того, сколько вы времени выделяете на Android-разработку. И самый главный вопрос, сколько же нужно времени выделять на Android-разработку. На Android-разработку нужно выделять минимум 2 часа в день, либо вы уделять этому выходные. По вашему выбору. Самый долгий случай, который я встречал за 6 месяцев, человек выделял 1 воскресенье. По-моему, 6 или 7 или 8 месяцев за какой-то такой срок он выучился. Но, опять же, сколько вы можете времени выделить. И самый главный ответ на вопрос, сложно ли стать Android-разработчиком в 2022 году при правильном подходе, подходе переизучения со стороны практики и при сиюминутном использовании того, что вы изучили, обучиться Android-разработке довольно-таки легко. Это не прям такие сложные технологии. Здесь очень интересно. Главное, чтобы вам это нравилось. Если вам это нравится, вы это легко изучите. Если вас будет это воротить, вам это вообще вынос, ну, вынос мозга будет немножко, понемножечку будет, да. Ну, если вам будет это прям противно, то тогда не стоит даже сюда идти. Но если вам это нравится и вы хотите, то вообще никто вам этого не может запретить. Вы должны заниматься тем, чем вам нравится делать в своей жизни только то, что вы хотите. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующей неделе. Да, у нас теперь выпуски выходят раз в неделю, поэтому до встречи на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok